Сущность пробуждения Бытие, глава 26, с 12 по 22 стих. И сеял Исаак в земле той, и получил тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимилех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодезь воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодезью имя Есек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодезь, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодезь, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рековов. Ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. В середине прошлого столетия английский проповедник Мартин Ллойд Джонсон произнес серию проповедей, основанных на этом отрывке. В книге «Пробуждение» он пишет о том, как Исааку нужна была живительная вода, чтобы не погибнуть в пустыне. Но филистимляне перекрывали доступ к источникам, заваливая их. Чтобы добраться до жизненно необходимой воды, Исааку предстоял тяжелый труд по откапыванию колодцев. Это образ того, в чем церковь сегодня нуждается больше всего, но что блокируется мирским мышлением и культурой. Это поток живой воды Божьего Слова и действия Святого Духа. Опасность для современной церкви не в том, что мир все больше отдаляется от церковности, а в том, что сама церковь все больше проникается Духом мира. Сознаете ли вы, что более всего нуждаетесь в живой воде Христа? Если вы не будете предпринимать усилий, углубляться в Слово Божье и отчаянно искать Его присутствие, ваша душа погибнет от засухи. Размышления, часть 2. Откапывать старые колодцы. Книга Бытье, 26 глава, с 19 по 22 стих. Герар был бесплодной землей на краю безжизненной пустыни. Вода ценилась там на вес золота, а за право владеть участком с пресными источниками велись войны. Заметьте, что Исаак не копал новых колодцев. Он откапывал старые, некогда выкопанные его отцом. Всякий раз, когда в церкви происходит истинное пробуждение, причина его не в какой-то новой идее или последнем веянии, это всегда возвращение к старому истоку, к Евангелию. Евангелие – это благая весть о том, что Бог примирил нас с собой, послав Сына Своего Иисуса Христа умереть за наши грехи вместо нас. Всякий, кто покается и уверует в это, в тот же момент обретает вечную жизнь с Христом. Знаете ли вы, что то, кто вы есть, и насколько вы находитесь в безопасности, определяется не вашим духовным ростом и достижением? Это определяется тем, что Бог принимает вас и что дано вам в дар через Христа. Молитва Господь, обнови мое сердце, взломай затвердевшую, пересохшую почву, дай мне соприкоснуться с глубинными источниками, помоги мне все больше осознавать, из какой глубокой пропасти греха ты спас меня, и возрастать в познании Евангелия. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь.